С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя. Окружавшая нас была осенней ночи, вздрагивала и пуглевато двигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа бесконечное море и прямо против меня фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого в шагах пятидесяти от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, разбахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он был изжижал в красивой, сильной позе. Лицом ко мне методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно устая в глаза куда-то через мою голову в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. Продолжение следует...